гости съезжались на дачу ну у нас не дача как у классика у нас вот банкетный зал который соединяется с магазином с магазином самовар вот туда в эту дверь значит вот эта коробка для подарков коробку сделала своими руками светлана 13 14 лет назад когда наша дочь выходила замуж с тех пор коробка пережила много юбилеев у нас ее одалживают знакомые друзья на свадьбы вот такая коробка когда не знаешь куда деть то что ты принес конверт и прямо бросаешь весь конверт сюда так тут стоят девчонки стоят в сторонке давайте я подойду к столу который лучше освещен и мы посмотрим что у нас тут что бог послал бог послал пирожок с мясом так я многие вещи не знаю что это поэтому так сейчас тут вот какое то что язык видимо это язычок капустка огурчики все такое так что у нас тут тут у нас креветочки так по чуть-чуть скромненько без экстрима движемся дальше это селёдка под шубой тут народ нервничает народ нервничает потому что пытается настроить что-то на экране люди готовили сделали видео они теперь кричат ругаются сейчас подерутся вот не обращая внимание вообще на еду друзья а ведь это главное рыбка рыбка с такой поркой ананас фаршированный это только разминочная то что вы видите это чисто разминка все это разминка там что то еще вам лучше видно так чем мне так алкоголь я вам не представляю может у вас там дети смотрят зачем это надо так еще салатик ну в общем что сказать вот мы вернулись к этому блюду это наша разминка друзья перед нами марина марина с с такой здоровенной объективищей прямо даже то есть вы ее объективно можете показать объективно можно показать тоже пришла поздравить Михаила да значит марина у нас когда-то училась и даже немножко работала тестером но потом творческое начало ее захватило можно жить с этого так зарабатывается на жизнь раскручивается раскручивается но фану много а руки не устают свою камеру тяжелую держать не устает а вот этот штырь с лампочкой это ваше вот это видеооператор а вы тоже с штырями какими покажите ваш штырь с двух сторон она что как то удаленно управляется ну да вспыхивает она по какому сигналу покажите вот радиоуправление группа вспышка но вы нам сделаете много фотографий а вы знаете что а мы их под музыку так положим и они будут скакать договорились а у вас большого разрешения как какие 5 760 по длинной стороне 5 760 это мегабайты на картинку или что это пикселей по длинной стороне да вы что вот как друзья вы уже там я поняли многие на пальцах подсчитывают чтобы это значило это будь здоров ой а тут такая будь здоров установка смотрите на колесико мы уже столько лет снимаем да мы на свадьбах видели да я видел но я же людям показываю наши зрители смотрят вот на камеру показывают только камеру вот смотрите с чем люди ходят вот они вот с таким ходят вы ходят конкретно люди вот а у вас тут еще мониторчик это удобно а я вот когда на солнышке особенно снимают он не только на солнышке так не видно ничего здесь не выставляет качество которые у вас разрешение колоссальное да ну это же блюрей блюрей да а мы по простому там HD ну приближаемся к 4 кей приближаемся так значит друзья те из вас кто видел фильмы про нас они были сняты из Фирь и Саши вот Сашу мы еще покажем снимаем какое-то время назад а вот Саша да 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 вот он вот он часто спрашивают знаете что мы оттуда возьмем какие-то куски и вставим сейчас в ваше шестидесяти ой слушайте там есть аквальные часто спрашивают люди которые собираются мигрировать а вы из Гомера я помню правильно я говорю вот значит спрашивают вот они там делают занимаются видеосъемкой они говорят а вот я приеду в Америку а можно можно жить можно жить этим нет тяжело очень тяжело мы жили какое-то время да я помню вы сначала отказались от этой мысли у вас магазинчиков пару было ну это не совсем раньше да когда ты приехали совмещали потом мы жили ну вообще в принципе жить надо тогда когда ты это очень у нас один спрашивал да и это чтобы ответить да надо не одну страницу написать просто так это знать его жизнь там так и что он может если он профессиональный человек он может войти в эту систему если он нет я вам подарю свою книгу я написал про эмиграцию вот а вы потом напишите в ответ свою про я не буду писать нет ну снимите кино тогда окей да ну что же хорошо это очень сложно да я еще расскажу значит когда-то из фири Саша решили сделать ударную вещь и они пришли к тому и говорят давайте мы снимем про вашу школу вот и я тогда очень сомневался что это как-то на нас повлияет но было где прокатить фильм то есть были были сети они нас взяли и Света мне говорит а как ты считаешь это все обернется вот как-то материально я говорю Света но не все же в жизни материально в конце концов твои родители смотрят русское телевидение мои смотрят у них в доме люди смотрят вот родителям будет приятно вот но на самом деле эффект был очень сильный даже тогда когда еще не было ютуба ничего этого не было но сейчас на ваших видео тогда сняты на нашем ютуб канале десятки тысяч просмотров так что это знаем потому что у нас свой есть как бы свадьбы мы только свадьбы там разные ставим куски love story презентейшн юбилей куски и у нас там просмотров видим и не видим да но вы же понимаете что все равно это все зависит от когда будет приток русской эмиграции у нас есть половинки американцы и русские но чистых американцев они на это смотрят по-другому они снимают они видят это по-другому вообще все это понятно поэтому сейчас притока такого нет но у нас сейчас годики детям у нас есть совершенно другие эти самые вы наши дочери свадьбу снимали а у нас уже подрастает уже 9 лет 13 лет тому назад мы уже снимаем бармицевы детям которым снимали свадьбы родителям да вы что 13 лет детям которые есть такой анекдот говорят Александр Сергеевич Пушкин родился в 1799 году что было через 13 лет что было в 1812 году так у него бармицевы было значит представляйтесь представляю Геннадий Микитянский можно просто Гена да сегодня тамада вот люди спрашивают у нас канал большой там народ которые миграции интересуются люди спрашивают а можно ли вот как-то приехать в США и работать по организации вот мероприятий вот вот типа тамады там я не знаю но если я скажу конечно можно то я просто наберу себе просто кучу конкурентов какой смысл если я скажу нельзя это будет неправда естественно можно господи талантливый человек пробриется везде а вот если одессит одессит это плюс или минус вот допустим в таком бизнесе ну скажем так конечно это помогает но не всегда но не всегда предполагается что одессита просто врожденное чувство юмора это в хромосомном наборе и в енном наборе но тут еще очень важно быть практическим психологом то есть увидеть людей и сразу понять что им нужно что они хотят а можно вот так гляну вот зайдя на партии и не знаешь кто что от чего заходишь смотришь люди вот как они одеты например допустим упитанные женщины телеса наружу и допустим все в золоте в серебре тогда говорить не надо надо просто радоваться смотрите радоваться но это можно сказать откуда они например конечно можно конечно можно конечно можно если летом они носят меха и выгуливают бриллианты то это обязательно привоз а я думал с Кавказа нет 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 это привоз обычно это привоз если одеты не кричащие но в фирменные вещи это Москва и Ленинг вот если одеты очень уж фирменные вещи то это Рига что еще или Таллинн или Таллинн если одеты абсолютно безвкусно но как говорят богато то богато то это либо узбекистан либо либо это горские евреи вот варианты такие то есть хотя я бы не стал вот так вот про всех говорить это слишком как тенденция да скажем так а если сидят мужики здоровенные мордатые такие со шнобелем и матом это кто будет вот это интересный вопрос если со шнобелем и матом это последний Cedar Pace я в Нью-Йорке так наткнулся там собрались выпускники какого-то кулинарного техника и нет по-моему из Гомеля это был физкультурный институт замечательный да такие крепкие мужики крепкие ребята да и все с носами это замечательно нет а в Гомеле разве был институт физкультуры? откуда я знаю? не было ну значит не из Гомеля значит не из Гомеля но из института физкультуры да понятно товарок такой был немножко белорусский это возможно это возможно это возможно гомельчан кстати на самом деле очень много здесь очень много особенно в Сан-Франциско и не половина там ну нет ну одесситы конечно более широко в Сан-Франциско больше одесситов да хотя гомельская комьюнити довольно большая это я знаю не по-другому когда мы сюда только приехали первый мат который мы услышали под окном это были значит там была целая группа гомельских таксистов которые вышли на улицу поджидая автобус который таксист это таксист да вот первые впечатления от Америки друзья к нам прибыли Саша справа Наташа слева и представляйтесь Таня да Таня присматривается молодежью так Наташенька ты узнала дедушку? и скажи привет дедушка вот вы первый раз видите Наташу вот у нас на экране друзья фильм Натальи Квик это уже другой это фильм Натальи Квик который специально нам на на мое 60-летие вот друзья к нам пришел известный на нашем канале Гарик он же прораб это тот самый человек который строил коммунизм и не достроил а теперь с калстуком бабочкой он инжоит американскую жизнь Саша два слова давай для меня сегодня праздник свой юбилей да ты для меня Миша кумир отец крестный крестный отец это хорошо да не крестный отец который крестил меня да а крестный типа бандитского да петербурга да да дорогой поздравляю спасибо 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 потанцуйте это же видео потанцуйте потанцуйте 4 5 5 5 5 5 5 5 5 в нем Субтитры делал DimaTorzok Пионеры, друзья, пионеры и пионерки Вот так мы в детстве доходили Субтитры делал DimaTorzok Морж! Это называется «Проходят пионеры салют мальчишу» Вот, друзья, мы видим айфон нашего Сергея Который делает прямую трансляцию в YouTube Сереж, а что это за провод там? Это я сейчас заряжаю айфон, поскольку поселил батарею Это пауэрбанк И сейчас заряжается... На ходу все? Да, абсолютно Ну что же, ладно Вот такая у нас трансляция получилась Покажи Нет, ну тут-то не видно Давай лучше туда покажем Вот Правдивое изображение Плюс еще... Вот комментарии, ребята, пишут Да, да, можно отслеживать, если смотреть А это прямая трансляция на YouTube Ну выходите сюда, выходите еще в сервер Выходите все сюда И войны, смелее, выходите сюда Аплодисменты Аплодисменты Если я привезли поем Приготовились? Поехали! 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 Поехали!